Сегодня у нас Mercedes 221, автомобиль 2010 года выпуска. Задача проверки определить техническое состояние автомобиля и определить, насколько реален заявленный пробег. Пробег по одометру 91 169 километров. Вот я посмотрел на педаль первым делом, да, и как-то вот у меня большие вопросы насчет 91 000. Поэтому, само собой, не по педалям определяется пробег, но все же. В общем, я провел диагностику, посмотрел, в каждом блоке обнаружены различные ошибки. Первым делом зашел в блок обслуживания, Ассист Плюс, потому что именно в этом блоке хранится информация о проведенных ТО. Заходим, значит, в память техобслуживания. Смотрим, чего у нас по техобслуживанию. Значит так, ну, вот последняя запись, что пробег на последнем ТО составил 90 000 километров. Значит, вот идут у нас, значит, идет история сервисов 75, 60, 90. Сразу напрягает то, что такие ровные числа, то есть ровно через каждые 15 000 километров. Как будто специально это дело выставляли в Ассисте. Следующим этапом я зайду в ключ, в блок, значит, ключа зажигания. Потому что здесь ключ пишет пробег, и можно много чего интересного увидеть именно через электронный замок зажигания. Захожу в действительные значения, нажимаю текущий пробег. Значит, выходит сообщение, что пробег обновляется каждые 500 километров примерно. Ну, это да, само собой. Значит, вот пробег. Итак, пробег данного автомобиля реальный. 191 093 километра. По одометру у нас прежний 91 169 километров. Соответственно, на данном автомобиле пробег скручен ровно на 100 000 километров. Автомобиль в любом случае не будет рекомендован к приобретению, поэтому долго с ним возиться я не вижу никакого смысла. Тем более, вот во всех абсолютно блоках, практически в каждом блоке, есть какие-то информационные сообщения, либо есть ошибки в истории, либо есть ошибки, которые, соответственно, действующие ошибки. Так что пробег у автомобиля всажен на сотку. Вот и, собственно говоря, вся диагностика.